Мы уже рассказывали вам о том, что Славутищ активно сотрудничает с Черниговым, Варышем, Прилуками и Беларусью в рамках проекта «Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украина-Беларусь» по программе трансграничного сотрудничества странно-восточного партнерства, которая финансируется Европейским Союзом. Неоднократно в Славутище проходили конференции, а вот заключительная потенциал и возможности трансграничного сотрудничества прошла в начале этой недели в Чернигове. Активное участие в ней принимали Славутический фонд поддержки предпринимательства и администрация города. В октябре состоялся первый форум региона Украина-Беларусь в Гомеле, где обсуждалась масса вопросов, а сегодня что Беларусь, что Украина конкурентно способна на мировых рынках. Как пример Славутища, немножко сделаю отступление. С 2013 года в Славутище стоит производство Беларусь, твердотопливная котельня 10 мегаватт, которая замещает 30% потребления газа в городе. Вот это и есть сотрудничество. Я уверен, что это начало большого пути, потому что приграничное партнерство, оно всегда взаимовыгодно. Оно всегда идет на пользу двум сторонам. По-другому быть не может. А президент Черниговской региональной торгово-промышленной палаты Константин Иванов отметил важность и полезность этого проекта. Думаю, что мы достигли главной, на мой взгляд, мети, это то, чтобы предприниматели из Беларуси и предприниматели из Украины общались напрямую. Когда они общаются напрямую, когда они отмечают один одного, то они от первой особи, особисто, с точки зрения собственного понимания, с точки зрения своими очами, чуют один одного. Таким образом, в них формуется гарное и верное явление о том, как и чем занимаются предприниматели и в Украине, и в Беларуси. Подтвердил эту мысль и координатор программ территориального сотрудничества стран Восточного партнерства. Это очень важный проект, который был выбран, кстати, из 154 заявок. То есть мы получили гораздо больше заявки, чем у нас были пока финансовые, то есть у Евросоюза финансовые или бюджеты. Активизация деятельности среднего и малого бизнеса в Беларуси и в Украине, в так называемых целевых регионах, очень важна. То есть у нас в Евросоюзе говорят, что малый и средний бизнес – это как бы позвоночник экономики. Участники конференции побывали на новых действующих украинских предприятиях. И это было интересно не только гостям из Беларуси, но и украинским предпринимателям, принявшим участие в конференции. Так, одно из предприятий заинтересовалось Сей Славутичем. А на заключительной пресс-конференции мэр Славутича отметил. Те государства, которые имеют соседние границы, они обречены на сотрудничество. Бывают исключения, мы в Украине сейчас наблюдаем такое исключение в отношении одной из северных стран. Но тем не менее, соседи должны всегда жить дружно и обмениваться опытом. И очень важно, что в данном проекте мы акцент делаем на малом и среднем бизнесе. Мы уже услышали, что малый и средний бизнес – это костяк экономики развитых европейских стран. И очень важно, чтобы страны постсоветского пространства, Восточной Европы, Восточного партнерства тоже получили вот такой вот костяк из малого и среднего бизнеса. А это, по сути, средний класс. Нормальный, развитый малый и средний бизнес – это и есть средний класс в стране. В результате реализации этого проекта создан интернет-портал с трансграничного сотрудничества, на котором предприятия и Белоруссии, и Украины могут размечать рекламу своей продукции. А значит, двигаться дальше. На конференции подвели итоги проделанной работы, подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве. А после ее окончания мы пообщались с мэром нашего города, Томичевым. СПОВПРАЦЯ с Белоруссией сьогодні для нас – это певные ворота в евро-разийский пространство и не только в евро-разийский пространство. Белорусь сегодня в соединенных взаимных взаимных с Украиной очень важную роль. Минские угоды – они минские. Они не варшавские, не берлінские. Они не минские. Тому саме Белорусь є цим мостиком, который в какой-то мере утримает ситуацию. Дае возможность утримать ситуацию. В 2018 году произошел потужный форум в Гомеле, форум регионов Украины и Белоруси, где были представлены великие бизнесы и украинские, и белорусские. Мы делаем акцент на малом предприятии. Это и тот локомотив экономики, который изменяет процессы. Великий бизнес, он больше працюет на стальность. А саме малий бизнес працюет на розвиток, працюет на зміни, працюет на проведение новых проектов, на створение стартапов. И взаимные между сусидами, они должны быть дружными и зрозумными. А лучше, чтобы они не мали кордоней. Если у нас не будет кордоней, то эти взаимные будут набагато потужнейшими. Мы это б спостерегали в постсадянском просторе, когда не было кордоней между республиками, которые сегодня, по суту, являются краинами. И мы это спостерегаем в Евросоюзе, где также немало кордоней. А то, что мы почули на финальной конференции про угоду между Францией и Немечиной про единую экономическую зону, это означает, что взагалі возникнут какие-то разбежности в законодательстве, особенно в экономической сфере, между этими странами. Это очень важно для бизнеса, когда бизнес понимает правила гри. Они являются одинаковыми для всех, и тогда можно планировать свою работу на несколько лет наперед, заниматься стратегическим планированием. Субвідносины наши с Белоруссией, с белорусской стороной, еще связаны с тем, что мы, славутичане, сегодня велика кількість людей перетинает двече кордон Белоруссии, когда мы едем на Чорнобильскую атомную электростанцию, как электропотягом, не зупиняющись, так и автомобильным транспортом, проходячи митные процедури. И тут есть співпраця, тут есть окремый коридор для наших працівников. Там бывают черги, когда это перевахтовка, но в целом это очень удобный механизм, а кордон между Белоруссией и зоной отчужения – это вообще лишь табличка. Вот такой кордон должен быть между этими странами в мире. В идеале, когда мы не претендуем на чужие территории, у нас нет загаркненских думок, и каждый развивает свою страну, но співпрацюет с другими странами. Для малого и среднего бизнеса очень важно, чтобы створились эти майданчики, которые мы презентировали, консультативные. Когда есть четкое разъяснение, как працюет митное законодательство, как працюет законодательство в стране экспорту або импорту, если ты завозишь товари из другой страны. Спильная кооперація – это, мабуть, для великого бизнеса. Это, про что говорили на форуме «Украина, Беларусь в Гомеле», когда мы можем активизировать спильные проекты для выхода на внешние рынки. В первую очередь, европейские, и даже за океан. Российский рынок, но пока что он для нас закрытый, и мы не смотрим в этот бек. Это на этом этапе, и мы понимаем, что есть агрессия, есть загарбинские действия по территории, анексия Крыму. Тут даже мать не может быть. Но про роль Беларуси в этом процессе я уже сказал. Все-таки Беларусь не совсем надежный партнер. Она очень подвержена влиянию восточного или для нас северного соседа. Есть ли смысл с таким партнером поддерживать отношения и, тем более, развивать новое направление, в частности, в бизнесе? Мы понимаем, что там единый митный простор, в них есть свои взаимы, это инший проект, это инший вектор развития, но это шаленый рынок сбуд. И кордоны между Украиной и Россией, они остаются навсегда. Зменяется поколение, пройдет много лет, потому что этот конфликт, эта ситуация загарбницкая, она не пройдет очень быстро. И даже если мы выйдем на початковые позиции о территории, восстановим территориальную ценность нашей страны, поколения должны изменяться. Ментальность должна изменяться, чтобы мы начали жить как соседы. Но мы остаемся соседами территориально всегда. Украина не может переместить свою территорию в другую зумку. У нас теперь нет соседей России. Поэтому не поверить на это не можно. Мы должны это враховывать. То, что есть влияние России на те события, которые происходят в Белоруссии, он есть. Впливается на малий средний бизнес? В определенной мере, да. Но большее это влияет на какие-то оборонные вещи, политические вещи. Поэтому малий средний бизнес будет развиваться, не зваживая на эти влияния. Возможно, чтобы приехать в Чернигах на выходных и посмотреть на номерные знаки тех машин, которые там есть. При этом, белорусские граждане, им это выгодно, предприниматели приезжают до Украины и покупают те товары, которые дешевшие. Потому что это экономика, потому что это экономика. То же самое мы можем сказать про співпрацю зовнишнюю. Украина из Белоруссии экспортует певные вещи. Даже Славутич мает белорусскую котельню. В чем-то, в высокотехнологичную, и мы видим, что она работает наденно. И никаких проблем технологических с этой котельной нет. То есть, что кисный это партнер в качестве продукции? Так, как кисный. Что кисный это партнер в кооператории? Так, как кисный. Что кисный это партнер политично? Тут есть риски. Тут есть риски. Но скидать с рахунки в співпрацю с Белоруссией при этом не важно абсолютно. Еще раз повторюсь, это то есть месток с евразийским простором, который сегодня дает нам возможность развиваться и в том направлении. Европейский рынок – это классно. Это сильный рынок, это рынок с попыткой, рынок с купительной помощностью классный, но еще больше рынок с Схидной. В Схидном направлении также нужно двигаться, и Беларусь тут партнер абсолютно своёчасный и абсолютно правильный для нас. Ризики всегда есть. Слович, было много проектов. Этот проект вы считаете успешным? То есть правильно Слович поступил, что вошел в этот проект и работал? Это мы все сделали. Мы сделали фундамент, мы сделали классное подгрунтя, а далее успешность проекта, как такого, экономического проекта, зависит от предприятий. И беларуських, и украинских. И украинских. Если эта співпрация будет успешной, мы создали условия для прямых переговоров, мы создали условия для консультаций на качественном уровне. Мы общаемся на уровне митных управлений беларуських и украинских, торгово-промисловых палат. Сегодня предприятия должны проявить свою активность, тогда этот проект будет успешным и экономичным. То, что он успешный, как реализованный проект, безусловно, жодных претензий от наших европейских партнеров мы не почули, они задоволены качеством реализации проекта, а уже наследие этого проекта будут зависеть от нас. Продолжение следует...